Всем доброго времени суток, друзья! С вами Макс Нарв, и это 67-я часть нашего с вами прохождения Dark Souls. И мы с вами находимся на той же самой локации ущелья Бездны. И, естественно, здесь мы с вами не все места изучили. В прошлой части мы с вами разобрались с отцом Манусом, отцом Бездны. И теперь мы с вами продвигаемся дальше. Дальше по этим секретным местам, которые здесь находятся, и также попутно собираем всякие ништяки. Итак, здесь не будем затрачивать наше время на этих душах. Так, здесь есть у нас один ход, по которому мы с вами так и не прошли в прошлой части. Так, 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 так. Надо как-то по-быстрому здесь выкрутиться. Сделать их, наверное, как-то поменьше все-таки придется. Отталкиваясь от того факта, что их все больше и больше и больше здесь становится. Поэтому нужно как-то быстро среагировать. Потому что мне тупо лень тратить на них свое время. Ну, просто лазают они здесь, и все как бы. Но все-таки здесь не все так просто. Их здесь настолько много, этих душ, что все-таки некоторую часть нам с вами придется зачистить. Для того, чтобы продвинуться хоть немножко вперед. Итак, мы с вами разобрались с некоторыми душами вот этими. Так, чувак. Ну, где ты там лазишь? Какие-то... Это, короче, человечности, поглощенные манусом. И они, заместо того, чтобы они не дают человечности, они ее, наоборот, забирают. Причем забирают с такой скоростью, что буквально если вы будете стоять 3 секунды при вот этих вот... При их действиях активных, то, к сожалению, можно просто погибнуть. Также мы здесь находим колдуна, и здесь мы находим одну человечность. Жалко, конечно, но что поделать. Ради этого мы сюда именно и шли. Ради одной человечности мы проделали небольшой путь, и теперь нас здесь ничего не удерживает на этой локации, и мы можем с вами продвигаться дальше. Дальше мы с вами будем идти к выходу, и выйдем полностью с этой локации. Нас здесь ничего не удерживает. Здесь мы были с вами во всех местах, практически во всех секретных местах. И теперь нужно понемножку отсюда выбираться. Можно также разобраться с местными духами, чтобы забрать их нечеловечности. Вот это, например, здоровый дух. Очень большой. И видите, даже наш контрудар по нему очень сильно... Нет, он... У него отнимает, конечно, здоровье, но он не убивает его полностью. И здесь нам, в принципе, больше нечего делать в этом ущелье бездны. Итак, я здесь обрезал немножко времени, чтобы не тратить ваше время. Итак, мы с вами, знаете, где еще не были, мы с вами не забрали ключ. Специальный ключ, который открывает кузнеца, который находится в башне возле арены, где мы с вами сражались с рыцарем Арториасом. Вот так. И этот ключ находится здесь. Этот поворот я не заметил в прошлых частях нашего с вами прохождения, так как куча местных монстров меня просто от этого отвлекло, от нашей цели. И теперь мы сюда зашли все-таки вот в этот небольшой поворот. Он совершенно незаметный для меня показался. И теперь мы узнаем, что же здесь есть интересного. Ну, здесь, как я говорил вам, есть ключ, который открывает башню. И именно его мы с вами идем получать. Но, как видите, местным монстрам это не нравится. И они активно пытаются нам всячески помешать, чтобы мы этого просто не сделали. Являются они таким сопротивлением небольшим, который немного не дает нам это сделать. Также впереди у нас есть сундук. Вон там. Только я, конечно, не знаю, как его достать. К сожалению. Перепрыгнуть на ту сторону, мне кажется, это тоже не вариант. Может быть, откуда-то нужно будет спрыгнуть. По боку стены, как вы видите, тоже нам нельзя было пройти. Надо как-нибудь узнать, как это достать-то вообще. Может быть, там находится тоже что-нибудь такое секретное, которое нам нужно. А может быть и нет. Ну, ладно. Давайте с вами на этом не циклиться, а будем идти вперед. Я как-нибудь обязательно узнаю, что там находится. Кстати, я заметил, что в игре находятся такие вот души, сундуки в таких местах, до которых обычно простым способом не добраться. То есть, не просто так нельзя перепрыгнуть. Такое же место есть в озере Золы. На одном из грибов. То есть, гриб, который находится на высоте. И также есть такое же место, как оно называется, где дерево это, в полости. Вот. Такое же место, до которого нельзя допрыгнуть. Но там, тем не менее, находится душа. Вот интересно, как все эти секретные души взять. Вот я просто не знаю. Давайте проверим сундук. И, естественно, этот сундук оказывается злобным. То есть, это ложный сундук. И нам с ним по-любому придется разобраться. Ради того, чтобы узнать, что внутри него находится. Мы сейчас только что попали на его специальный прием. И это довольно неприятный прием. Но за счет того, что у нас есть броня Хавала, он не смог у нас полностью забрать все наше здоровье. И он активно, видите, нападает на нас. Не дает нам практически полечиться. И опять мы все-таки попадаем на его вот этот прием. Как ты заебал вот с ним. Вот прям реально. Также здесь всякие монстры прячутся за углами. Пытаются, я не знаю, нас добить. Практически. Но у них это все-таки получается, но с большим трудом. Здесь нужно как-то выжить. Как-то, я не знаю, выкрутиться. Чтобы вот именно тот сундук, который мы с вами затронули, чтобы его нейтрализовать. Потому что именно у этого сундука находится ключ от башни. Вот он, этот сундук. Мы опять вернулись на то же самое место. И мы его сейчас только что ликвидировали. И получаем узорный ключ. Именно этот ключ открывает башню, в которой сидит Гок, кузнец. Не кузнец, а воин. Воин в отставке. Воин этот, воевавший с драконами. И чтобы остаться в живых, этот воин заперся в башне, как сказать. И чтобы его там никто не трогал. Он заперся там со своим луком. И именно он нам поможет нейтрализовать огромного дракона. То есть его просто спустить, чтобы он не смог летать. И нам придется с ним сразиться. Не с Гохом, естественно, а естественно с огромным драконом. Которого зовут Каламид. Ну все, мы на этой локации. В принципе, нас больше ничего не держит. Кроме того, сундука. И давайте продвигаться дальше. Итак, этот узорный ключ, который мы нашли, это ключ от вот этой башни. Мы открываем, естественно, дверцу. Поднимаемся наверх. Где нас ждет как раз Гох с большим луком. Вот он, воин, который сражался с драконами. Давайте с ним поговорим. Что? У нас гости? Должно быть Артория свободен благодаря тебе. Он мой старый друг, и я благодарю тебя. Он покинул этот мир с незапятнанной честью. А я теперь тут, старый и слепой. Боюсь, я мало чем смогу помочь. У него можно также купить предметы. Косточку возвращения. Навозный пирог. Знак спасибо. Некоторые осколки титанита. Также можно купить большую стрелу Гоха. Но это, в принципе, нам все не нужно. Потому что это у нас практически конец игры. О драконах я никогда не забуду. Мы, рыцари, отважно с ними сражались. Но на каждого убитого дракона приходилось три мертвых воина. Веселье, гордость, ненависть, ярость. Драконы вызывали в нас лучшие чувства. Когда-нибудь ты это поймешь. На исходе жизни возвращаются былые думы и тоска. Ну, понятно, чувак. У тебя просто ностальгия. Прощай, человек. Живи свою жизнь, как считаешь правильным. Вот и вошний огромный лук, именно с которого он должен избить халамита, которого мы с вами сразим в следующей части нашего с вами прохождения. Итак, возвращаемся к нему. Доброе утро. Ты в плену у черного дракона? Как вы ответите? Да или нет? Давайте ответим да. Так я и думал. Его зовут Каламит. Очень свирепый дракон. Даже могучий Анор Лондо не смел гневить его. Добром это не кончится, но... Ты будешь сразаться до самого конца, ведь так? Ну, естественно, ёпта. Как вы ответите? Да. Ну, что ж. Давайте... Хорошо. Смелость всегда сопровождает безрассудство. Ты мне нравишься. И у тебя... Я у тебя в долгу за твою службу Арториусу. А теперь смотри, как Гох сражается с драконами. Давайте просмотрим с вами видеоролик о том, как Гох сразит дракона. Субтитры делал DimaTorzok Не было еще выстрела более меткого. Эта летучая мышь перерос так получила свое. Остальное в твоих руках. Я жду хороших новостей. Окей, братан. А, битва с драконами. Главное призвание рыцаря. Так. Ну вот и все. Ну что ж, друзья. Теперь нам остается завалить дракона. А, здравствуй. Что насчет Каламита? Он древний дракон. Его тяжело будет сразить и в небе, и на земле. Но это, я думаю, не такая проблема уж нам его сразить. Прощай, человек. Все, что нам остается делать, это сразить Каламита в следующей части нашего с вами прохождения Dark Soul. Так как наша часть с вами, наша 67-я часть подходит к концу. С вами был Макс Нав. Увидимся с вами в 68-й части нашего с вами прохождения, в которой мы сразимся как раз с этим Каламитом. Ну и что здесь можно под конец каять и... Всего вам доброго, друзья. Увидимся в следующей части нашего с вами прохождения. Субтитры сделал DimaTorzok